здравствуйте дорогие мои друзья христос посреди нас прошу прощения что вчера я не вышла с чтением евангелия в эфир как обычно мы обычно читаем евангелие по средам причина очень банальная у меня была жуткая мигрень накрыла такая просто волна мигрени два дня болела голова можно сказать с понедельника вечера вот до вчерашнего вечера а потом она ушла как и пришла сейчас чувствую себя совершенно нормально но вчера пришлось даже немножко полежать настолько сильная была головная боль и вот мы с вами сегодня в четверг продолжаем читать евангелие мы будем продолжать нашу одиннадцатую главу сейчас я назову стихи которые мы сегодня с вами охватим мы прочитаем сегодня два зачала народом же собирающимся начать глаголати род сей лукав есть знамени ищет и знамени не дастся ему токму знамени и он и пророка як уже бы бысть иона знамени не не витом таку будет и сын человеческий роду сему царица южская восстанет на суд с мужа рода сего и осудит их яку прииде от конец земли слышите премудрость соломонову и семножие соломона зде мужи и не не витте его станут на суд с родом сим и осудит и яку покаяшися проповедью иониную и семножие и он и зде никто же оба светильника вжег в скрове полагает не под спудом но на свечнице да входящий свет видит светильник телу есть око и когда оба око твое просто будет все тело твое светло будет и когда же лукаво будет и тело твое темно блюди оба еда свет и же в тебе тма есть а щебу тело твое все светло не и мы некие части темны будет светло все яку сей егда светильник блистанием просвещает тя егда же глаголыше муляше его фарисей некий да обедует у него в шедже возлеже фарисей же виде в девися яку не прежде крестисья первые обеда речи же господь к нему ныне вы фарисеи внешние стклянницы и блюда очищаете внутренние же ваше полно грабление есть и лукавство безумные не и жили сотвори внешние и внутренние сотворил есть оба чив сущих дадите милостыни и севся чисто вам будут вот здесь господь говорит нам о знамениях первом зачале и конечно здесь это обращено к еврейскому народу и имеется ввиду что евреи недовольствовались теми знамениями которые они уже видели от христа в тот момент вот вы вдумаетесь да представьте себе эту картину господь к этому времени уже исцелял бесноватых воскрешал умерших да и вот это все было недостаточно притворил воду в вино да в кане галилейской все это было недостаточно они как будто говорили ему это все мы можем объяснить ты это делаешь от духов злобы это земные чудеса теперь мы хотим знамение с неба кстати этот же эпизод описано апостолом матфея в 12 главе и там немножко есть подробности то есть более подробно этой ситуации описаны и вот там именно они требуют знамения с неба да то есть они показывают ему что вот мол мы хотим убедиться что это действительно ты докажи нам то есть требует каких-то доказательств еще от христа и вот мы можем тут очень лихо как бы сесть на коня да как говорится начать осуждать и порицать иудеев еврейский народ вот как же они не приняли не узнали что это христос и так далее а на самом деле эти слова гораздо полезнее в принципе обратить к себе и к тому человечеству которое живет сейчас вокруг нас не это ли же ситуация происходит и в современном мире в повседневной жизни и даже в нашей личной повседневной жизни мы знаем евангелие да в принципе весь цивилизованный мир ну а смелюсь сказать все-таки слышал что-то христе если говорить про западный мир люди все проходят в школе библию да то есть скажем так сейчас найти на планете земля человека который вообще никогда ничего не слышала христе я думаю что трудно да все-таки евангелие действительно наверное проповедана уже везде а вот другое дело что людям чего-то не хватает они хотят еще чего-то от бога еще каких-то знамений до чудес так можно выразиться чтобы в него веровать то есть им недостаточно того чем не читают и в евангелии происходит это конечно от духовной слепоты от того что люди чудес не видят они просто их не видят чудеса происходят рядом с ними в их даже собственной жизни но они их объясняют случаем они их объясняют какими-то физическими или материальным материалистическими вернее причинами и вот здесь мы ту же слепоту как бы видим и у иудеев но нас должны интересовать не их слепота с ними господь сам разберется да а наша потому что мы часто бываем такими же и также вот этот момент это зачало о чудесах знамениях почему-то у меня лично в нынешней современной ситуации очень ассоциируется со всеми разговорами и комментами которые люди пишут в разных соцсетях по поводу антихриста вот пришел ли уже антихрист не пришел ли уже антихрист вот говорят в израиле он родился там объявился да нам с нас спрашивают прокомментировать ему долго думали прокомментировать но такую чушь даже комментировать вот вот честно нам с рафаилом не хочется как бы да скажем а вот вот сейчас то что сейчас происходит чипизация это или не чипизация вот эта вакцина да мы все хотим каких-то на самом деле чудесных знамений того что вот уже они последние времена вопрос такой а чего мы к ним так стремимся мы так уверен что мы в царстве небесное попадем да не уверены абсолютно стремится к тому чтобы христос пришел прямо сейчас лучше господь нам еще немножко времени дал покаяться хоть немножко стать христианами чтобы действительно войти с ним в вечность а не оказаться просто на суде в положении грешника осужденного соответственно вот эта тяга и желание чего-то чудесного невероятного апокалиптического это все вражья заморочка потому что она отвлекает нас от главного от покаяния от наблюдения себя от нашей тонкой нудной скучной духовной работы которая нужна каждый каждый день а гораздо интереснее жить прям армагеддоне при чипизации при антихристе приходящим там рождающимся являющимся правда вот это очень интересный такой феномен и вот хотя вроде бы как это не совсем связано с таким историческим смыслом этого зачала но мне кажется это как-то на самом деле связано потому что эта тяга и желание каких-то еще чудес и явлений чтобы бог себя проявлял какими-то невероятными космическими совершенно вещами эта вещь очень мы видим древние да то есть уже в евангелии она описаны и тогда к нему относились также а христос между тем он приходит в тишине и единственное знамение которое нам дает знамение ионы пророка иона пророк это удивительная книга про пророка иону самая короткая книга ветхого завета вообще библии самая короткая книга обязательно ее когда-нибудь прочитайте если вы еще не читали или перечитайте истории совершенно замечательные потому что господь посылает иону проповедовать в неневею ну это примерно как господь бы послал сейчас монаха петра из деревни кукуевка проповедовать в нью-йорк вот это примерно так потому что неневея это был самый крупный мегаполис нашего региона в тот момент это был город с великолепной библиотекой с храмами языческими с развитым очень вообще уровнем жизни да а иона был как бы вот отсюда из из маленькой как бы вот до иудеи совершенно ну то есть это не сопоставим почему он и отказывается эти он будет я я туда не пойду как бы да как вот монах петр из деревни кукуевка иди проповедую куда-нибудь там в нью-йорк да или в лондон это примерно так же и в общем он отказывается решает бежать от лица божия он садится на корабль в яфу вот как раз да в древнем яфу в порту и отправляется в фарсис а по дороге случается страшная буря как только он на корабль зашел и корабельщики бросают жребий кто виноват в этой буре и жребий падает на иону и они говорят кто ты и чем ты так прогневил твоего бога и он говорит да это я виноват я не послушался бога моего бросайте меня в море им очень жаль они просят у него прощения бросают его в море тут же буря утихает и огромный кит проглатывает иону иона находится в очреве кита три дня надо вам сказать что уже давно наукой доказано что такие случаи бывают один такой случай рассказал мне даже владыка антоний из южного урала который южноуральский и октаусский по моему так его теперь титул называется архиепископ антоний он рассказал как еще в молодости ему попалась газетка в красном углу в армии про то как потерпел крушение американский корабль военный и моряки все были спасены россии советским китобоем который рядом находился и на дальнем востоке это было служил на дальнем востоке и один моряк пропал без вести и вот через два дня другой китобой вылавливает огромного кита и когда его вскрывают внутри обнаруживают полу живого матросика наши советские врачи его выходили и вот об этом и была статья что несмотря на холодную войну это был какой там конец 60-х годов по моему по времени они вот мол так и отправили его короче на родину и владыка говорит я тогда еще подумал надо же вот то что я в библии с детства читал вот даже есть подтверждение что да такие случаи редчайшие но бывают к тому что это не сказка и не аллегория это действительно было так и вот иона уже умирая там буквально совсем без кислорода и вообще задыхать в этой тесноте он молился и господь повелел киту выплюнуть его обратно на берег вот туда же в яфа вот и он пошел и проповедовал и неневея покаялась они стали посыпать головы пеплом они стали сокрушаться и господь помиловал их и не послал на них наказание и он обиделся на бога он сказал как ты мог ты же меня послал проповедовать апсю в дураках меня выставил да я им наобещал кару божью ничего не случилось вот тогда господь вырастил дерево над ион и помните да кто читал то очень трогательный момент и иона сидел искал я буду сидеть тут никуда не уйду и умру от этого зной господь вырастил дерево и он и радовался что дерево его покрывает ему хорошо в теньке и дерево завяла и ему стало жалко дерево и господь сказал тебе дерево жалко а мне думаешь целый город не жалко да то есть вот это я вам немножко такой офф топ как говорится но напомнить к тем кто может быть нас сейчас слышит вообще не читал ветхий завет просто не знает про иону опять же это мой пересказ по памяти вы конечно лучше прочитайте сами так вот иона пророк это прообраз христа в библии ветхом завете очень многие истории являются как бы таинственным пророчеством о христе прообразами да и вот как раз таки господь будет в очреве ада а ад это как тоже как кит до левиафан образ такого вот кита в очреве ада в очреве земли господь будет три дня как пророк иона внутри кита соответственно единственное знамение которое нам дает господь это свое воскресение и вот других знамений нам по сути дело уже не нужно для того чтобы быть верующими для того чтобы жить правильно жить с богом вот это главное знамение это главное чудо это его воскресение поэтому по большому счету нам уже не так важны все остальные ну вот например там дебаты по поводу меня до сих пор люди спрашивают все-таки сходит благодатный огонь или он не сходит все-таки это патриарх просто зажигает в церемонии ну ли там дуб мамврийский помните засох он там или не засох одно время все с ума сходили потом кстати люди забывают начинают какие-то другие чудеса переписываться до бесконечности на самом деле нам это неважно наше главное чудо и знамение это воскресение христа его победа над смертью вот помните об этом держать это в уме а все остальное как бы так пусть мимо нас проходит и не будем увлекаться вот об этом это зачало по сути дела нам говорит до сегодняшним христианам и что интересно господь обличая здесь неверие иудеев их сомнение в христе хотя все для них вроде бы было очевидно приводит им в пример древних он говорит царица южская восстанет народ нас народ нас на суд с родом си и осудит его царица южская это царица савская царица эфиопская если говорить с исторической точки зрения которая от края земли пришла послушать премудрость соломонову а христос намного больше соломона его премудрость намного выше также царицей южской святитель феофилакт болгарский называет те души которые согреты южным теплым ветром благодати божией то есть праведные души да вот он считает что это аллегория символ вот этого а приводит даже цитаты он из ветхого завета где север сравнивается с как бы с областью греха а юг с областью праведности да есть такие образы в ветхом завете также мужи не невидите и восстанут на суд с родом си потому что они покаялись от проповеди ионы иона ни одного чуда не сотворил вообще был самый неверный из пророков да ну как бы скажем самый сомневающийся да и они под его проповедь а здесь христос который и чудеса творил и не человека бога человека не пророка бог да и нету доверия ему и вот дальше идет просветильник ну вроде бы как кажется с первого момента что не связанные строчки да господь говорит что никто зажегший светильник не ставит его под кровать но ставит его на подсвечник на видное место некоторые святые отцы говорят что под светильником здесь христос говорит о самом себе то есть христос как свет миру светит и невозможно этого скрыть и невозможно утаиться от этого света и невозможно его не видеть если только у тебя очи светлые А вот в том-то и проблема. Дальше Господь говорит, что светильник телу есть око. И, соответственно, если наши очи помрачены, то мы ни свет Христов не видим, ни тело своё не освещаем. Что же это за очи такие? Ну вот опять же по святым отцам это просветлённый благодатью разум. То есть, когда человек имеет дар рассуждения и дар видения, как бы вот опять же этот дар приобретается молитвой, приобретается стремлением к нему, да, даётся, конечно, человеку от Бога. Вот почему вот опять же некоторые люди приходят к Богу, не видят, что это очевидная правда, а другие так всю жизнь блуждают и не видят. Потому что то, что они почитают светом, является тьмой, как дальше Господь и говорит, да, смотри, чтобы тот свет, который ты почитаешь себе светом, не был на самом деле тьмой. Да, как это определить? Ну, по поступкам человека, да, вероятно, если разум просветлён, то и тело всё будет светло, как Господь говорит. А значит, и поступки будут светлые, поступки будут простые, будет любовь к ближним, будет милосердие. И об этом как раз продолжение дальше, когда Христос идёт к фарисею некоему, который пригласил его к себе обедать. И по иудейской традиции нужно было омыть руки. Вот тут надо пояснить для тех, кто не живёт в Израиле, те, кто живут, знают, что такое на телат ядаем, да, а те, кто не живут, это непонятно. Тем более по-церковно-славянски, опять же, слово омовение всегда в Евангелии заменено словом крещение. Да, вот Иисус крестился в Иордане, на самом деле омылся в Иордане. Здесь не прежде крестись, а первые обеда. Не омыл рук перед обедом, да, то есть это заменено было для того, чтобы людям было более понятно, потому что тот момент, когда переводили Ивангелие церковно-славянский, людям иудейский обряд омовения был мало знаком и не очень понятен. И вот поэтому так заменили это слово. Ну и также, чтобы с крещением соединить, с таинством крещения, которое в церкви. А это всё связано, потому что омовение водой очищает от скверны по Древнему Ветхому Завету. И в нашей церкви тоже имеет место быть. Вспомните, как священник, вернее, архиерей омывает руки во время Херувимской перед жертвоприношением, да, перед таинством Евхаристии. И вот в иудаизме существует действительно понятие омовения рук. В любом ресторане, в любом кафе вы увидите кружку с двумя ручками, чтобы перед едой человек мог в туалете, когда руки моет, потом сделать ритуальное омовение рук. То есть внешнее нужно по немощи нашей пока, да, нашего земного бытия. И когда человек уже совсем с Богом, вот как святые, ему уже даже это внешнее не так нужно. А с другой стороны, внешнее – это определённая форма, которая нам, вот нам, немощным людям, необходима. И соблюдать её нужно, но не уповать на неё, не забывать, зачем она нужна, и о её наполнении, о её смысле, как бы, да. Вот об этом Господь и говорит здесь, в данном случае, что если ты выполняешь просто внешнюю форму, без внутреннего наполнения, без милостыни, любви, покаяния, без добрых дел, то руахра, да, злой дух, от омовения рук от тебя не отойдёт, как бы, да, это не поможет тебе просто-напросто, вот и всё. Ну вот, вот так интересно вот мы с вами можем такое поучение себе большое вывести из этой главы, да, удивительное и очень подходящее. Если бы нам научиться вот так жить в наше трудное время, то, наверное, мы были бы абсолютно просто счастливы, да, вот и всё. Ну вот, мои дорогие, солнышко уже совсем село, кадр уже стал такой очень вечерний, да, такой немножко темноватый. Ну и я с вами уже и прощаюсь. Я вам желаю помощи Божией во всём. До встречи завтра в нашем блоге «Святая Земля сегодня». Ну и кому интересно, можете заглянуть на наш сайт ТОПОС. Ссылочка всегда есть в описании к каждому видео. У нас много интересного. Сегодня на ТОПОС ТВ, если вы успеете посмотреть сегодня этот выпуск до полуночи, сегодня 20 мая, идут две экскурсии по Яфа и Тель-Авиву от нашей Юлии Хович, от нашего гида из города Аждуда. Так что поддержите Юлю, перейдите на ТОПОС, пожалуйста, посмотрите экскурсию, оставьте какой-то посильный денежный донат. Донаты идут и гидам, ну и, конечно, на содержание нашего сайта. Времена сейчас нелёгкие, на сайте тоже, потому что у вас у всех дачи, уже всем не до нас, и, к сожалению, конечно, ТОПОС наш сейчас падает. Так что одна надежда на вашу посещаемость, что вы всё-таки не забудете хотя бы раз в недельку к нам заглянете, какую-нибудь экскурсию посмотрите или донатик оставите на ТОПОС ТВ, денежную благодарность гиду. Вот вы не поверите, даже 50 рублей, оставленные вами, даже 30 рублей, оставленные вами, это играет роль. Вот даже 30 рублей раз в неделю, оставленные вот гиду какому-то конкретному, помогает нам собрать гидам зарплату за их труды, за их тяжелейшую работу по проведению этих экскурсий, да, и по собиранию материала, подготовке, ведь каждая экскурсия – это огромный труд. И помогает нам оплачивать содержание сайта и просто не закрыться в какой-то прекрасный день, тогда для всех просто путешествие кончится. Так оставите на ТОПОС ТВ денежную благодарность гиду. Вот вы не поверите, даже 50 рублей, оставленные вами, даже 30 рублей, оставленные вами, это играет роль. Вот даже 30 рублей раз в неделю, оставленные вот гиду какому-то конкретному, помогает нам собрать гидам зарплату за их труды, за их тяжелейшую работу по проведению этих экскурсий, да, и по собиранию материала, подготовке, ведь каждая экскурсия – это огромный труд. И помогает нам оплачивать содержание сайта и просто не закрыться в какой-то прекрасный день, тогда для всех просто путешествие кончится. На главный вас ждет масса замечательных экскурсий, очень дешевые, ценные просмотры стоят у нас 100 рублей, 50 рублей, некоторые экскурсии. Так что приходите, заглядывайте. Это не реклама, это приглашение, да, приглашение вот от сердца к сердцу посмотреть экскурсии, в том числе по Святой Земле, конечно. Я вас всех сердечно обнимаю. До свидания, до скорых встреч. Продолжение следует...